Доброго утра! Мы продолжаем какую-то странную затею под названием мультимедийный жаворонок. Это потому, что я рано просыпаюсь и у меня есть утром время на то, чтобы заниматься своими большими, крупными стратегическими проектами. Это время, когда никто не беспокоит никакими телефонными звонками, никому нигде ничего не надо. Хотя у меня есть несколько сотрудников, которые живут в других часовых поясах, они к этому времени уже просыпаются. И периодически шлют мне какие-нибудь сценарии. Ну ладно, ладно, все хорошо. Я не жалуюсь. Я их очень нежно люблю. Так, ладно. Что мы делаем утром? Я работаю над каким-то своим проектом. И какой-то небольшой фрагмент, который, возможно, будет вам интересен, я показываю вот в этом фрагменте. Не ждите, пожалуйста, от этих видео каких-то развернутых больших инструкций, связанных алгоритмов. Я не пишу сценарий для этого видео. Оно идет вот в потоке, как в потоке. То есть это прям вообще маленький кусочек. Выдираем из обычной творческой рутины. Так, что мы сегодня будем делать? Сегодня мы работаем с изображениями. И далее это нейросеточка, которая превращает тексты в картинки. И это та же самая контора, что и делает чат GPT, про эксперимент чат GPT. Где-то вот тут вот должна быть ссылочка. Сегодня мы генерим не тексты, а изображения. И я так думаю, что мы попробуем сделать с одним и тем же промтом, про промт расскажу, что это такое, с одной и той же задачей, мы попробуем две нейросеточки. Попробуем далее и попробуем абсолютно тот же самый запрос у Midjourney. Посмотрим, как они справятся обе-две. Итак, далее это нейросетка из текста в картинке. Вы пишите, что вы хотите, она вам генерирует, насколько она поняла, что вы хотите сделать. Промт, промпт – это максимально конкретно сформулированная задача. То есть вы общаетесь с нейросеткой с помощью вот этого запроса. Как и с поисковыми системами. Вы не можете точно, так, господи, как с обычным человеком. Вы не всегда уверены в том, что человек точно вас понял и выдал результат именно такой, как вы его себе представляли. Поэтому всегда есть какой-то такой рандомный эффект от того, что ты что-то попросил и что тебе эта нейросеточка дала. Поэтому давайте мы посмотрим, давайте поэкспериментируем. Сейчас я расскажу, что я делала и зачем. У меня есть заготовленный промт. И сейчас мы попробуем погенерить картинки. Так, пока оно все генерится. Что я делаю и как это используется? Мы одно время выпускали вместе с Олей Филипповой, с нашим арк-ректором, выпускали рассказки. Рассказки для взрослых. И они прям вообще так хорошо пошли. То есть там были какие-то элементы, какие-то кусочки наших всяких девайсов, камер и прочего. И посередине какая-нибудь мотивирующая надпись. Я в описании кину ссылочку на то, где можно это будет скачать, если хотите побаловаться о том, что сделано человеческими руками. И я подумала, что почему бы не попробовать сделать что-то такое с помощью нейросети. И, собственно, вот что я попросила. Разукрашка для взрослых журналистов в такой занятой редакции. Телевизионная станция, камеры, компьютеры. Вимельбух стайл. Вимельбух – это вот, собственно, вот это Where is Wally? Где Wally, когда нужно искать какой-нибудь меленький объект. Обожаю просто эти картиночки. И у меня прям давно зреется проект в этом направлении. И, кстати, в том методическом комплекте для педагогов, который у нас есть, там в тренинге по интерактивному фото, там есть тоже большой вимельбух, как раз такой тематический, который мы рисовали. Значит, чистые линии, без теней и без текста. Но вот пока я вижу что-то, допустим, вот такое могло бы быть. К сожалению, он далее не генерирует горизонтальные картинки, он генерирует вот такие. И, если что, надо будет вырезать в том виде, в каком есть, или оставлять такой квадратный. Что из этого похоже на то, что... Господи, женщина, зачем вам такое лицо? Что похоже приблизительно на то, что я хочу? Далее – это платная история. Ну, так как мы говорили, что это не инструкции, как быстро, бесплатно. Вдалее вы покупаете кредиты, и потом кредиты расходиваете на генерацию картинок. Это, кстати, очень сильно тренирует, что ты сначала продумываешь промт, не просто перебираешь слова, а вот так, а вот так, а вот так. Сначала продумываешь, потому что за каждую генерацию тебе нужно платить. Ну, я бы сказала, что вот это приблизительно то, что можно было бы превратить. Но все равно, вы видите, да, то есть это не готовый продукт. Я вряд ли смогу вот так вот взять и сказать, знаете, вам разукрашку. Понятно, что в этом случае я бы загнала это в какой-нибудь фоторедактор, там, условный фотошоп, и подчистила вот эти все, сделала бы квадратики либо чистенькими, либо там с какими-нибудь картинками повставляла. То есть с этим можно работать. То есть это как исходник, как зачин вполне себе может быть использован. Но сказать, что вот я сгенерил и типа выдал, тяжело. Но как это можно использовать, да, и почему нельзя просто в интернете картинку скачать? Потому что в интернете, даже если вы будете искать в поиске, да, там какие-нибудь разукрашки с такой-то тематикой, чаще всего вот узкие тематические штуки вы не найдете. Вы найдете бабочки, цветочки, там какие-нибудь дома. Кстати, ну-ка. Так, сейчас я, подождите, сейчас я вот это вот скачаю. Я вот это скачаю. А если вот так и такой. Журналист. Журналист. Интервьюшный. Интервью. 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 Вставь. Ну-ка. Взять Хабаровск. Хабаровск. Журналист на улице берет интервью. Что сейчас будет? Ну-ка. Что сейчас будет? Блин. Блин. А что он цветной-то? Убери цвет. Вот это мне, вот это мне на самом деле нравилось. Вот такое. Атмосферное питерское. Ну ладно, цвет можно подчистить, можно это все убрать цвет. И вполне себе можно вот это вот взять. Так. Качнули. Или, например, сейчас я сохраню это для Минджорни, и чтобы мы поэкспериментировали. Так. И, например, ну вот это вообще, вот это вообще классический, знаете ли, питерский вид. Можно даже, вот, классический питерский вид. Тоже можно будет взять потом. Так, ладно, это далее. Это далее. Теперь мы с теми же самыми запросами идем в другую нейросетку, которая называется Минджорни. И она работает тоже по принципу промта, но это другая контора и другие, другая нейросетка. Значит, она работает через Дискорд, там у нас был на сайте, а здесь работает через такой мессенджера-транслятор Дискорд. Сначала мы идем по нашему базовому классическому запросу. Смысл такой же, да, что мы говорим, что мы хотим, и нейросеточка что-то нам предлагает потом, из чего мы можем нагенерить. Что-то сижу жить, непонятно, что. Короче, девайсов развела. Я просто уезжаю сегодня, улетаю в Ижевск, и поэтому тут такой бедлам, но утро святое. Так, вот у нас есть чулдобречек. Чулдобречек, который вот. Этот лицо получше делает. Там вечная была борьба, что руки Миджорни плохо рисует. Ну вот с тех пор вроде как. Вот такие вот нам эскизики предлагают. Но оно не совсем для раскраски, потому что слишком это, ну вот, слишком. Хотя, в принципе, на большом разрешении можно как раз заморочиться и поразукрашивать. Да, вот качество совсем другое, да? И проработки, и рисунков. Так, значит, что мы сейчас добавим сюда? Это мне для меня, для моей работы. Так, мы сделаем так. Imagine. Вот это вот все. Дальше нам нужно 16 на 9 расстояние. Так, чтобы, чтобы, чтобы. Будет не busy и не сром, а open и светлая. Не ошибка, я слышно, компьютер. Так, джурналист. Пусть будет интервью. Да, это почище, чем дали. Уж поинтереснее. Значит, он предлагает 4 варианта. Когда мы делаем промпут, он предлагает нам, что из этого больше подойдет, потому что вот разные позы, с разного ракурса, разное окружение он рисует. И дальше нам нужно сказать, какой из картинок больше подходит к тому, что ты хочешь. Как и с чатом GPT. Не стоит относиться к этому, как к готовой магической кнопке, которая решает все проблемы. Как подбор эскизов, как визуализация концептов и идей, как вот это вот, когда вы не умеете рисовать, даже там на уровне эскиза, вот это вот бегаешь вокруг иллюстратора и дизайнера. А вот здесь вот эту подрисуй. А нет, не такую, вот такую. То есть в данном случае очень можно опираться на такую генерацию вариантов черновиков и затем уже доделывать это с иллюстратором или дизайнером. Так, ну что, из того, что мне надо, на самом деле, вот это мне было, это мне даже было чуть больше, вот это вот третье. Я могу попросить ее просто перегенерить, но можно сказать вот так вот. Значит, журналист. Мы вот это вот возьмем с 16 на 9. Вот это и меншин. Журналист интервьюирует тогда он будет на первом плане. То есть на переднем плане журналист интервьюирует гест, гостя. Дальше, запятая. In the background. There are cameras and computers. Бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Да. Значит, что мы подправили? Мы подправили первый план, задний план, что по идее на переднем плане мне нужен журналист, который интервьюирует гостя. На заднем плане у меня типа должна быть какая-то, какой-то ньюс-рум и какие-то камеры. Посмотрим, как он это понял и превратит в реальность. Вот. И когда люди думают, что там наличие нейросетей это жуткое сокращение времени, с одной стороны, конечно же, да. То есть я бы сидела и этот эскиз рисовала или там разговаривала, нанимала бы иллюстратора, значит, чтобы гораздо больше времени, чем это здесь происходит. Но это не волшебная кнопка. Мы тут как-то делали картинки. Мне надо было что-то в районе 10-12 картинок по тематике. С Меджорнией работала. Я просто вот полный рабочий день с утра до вечера не открыл. Так, вот свет должен быть вот с этой стороны. Оттенки должны быть такие. Стилистика должна быть такая. То есть ты сидишь прям полноценно, это все генерируешь. Так, ну что, здесь у нас нет интервью. Здесь у нас они все работают. Я просила интервью, где бы интервью. Но с другой стороны появилось вот это вот выстроенный кадр, лучше выстроен. Передний план, задний план, вот это уже лучше получается. Вот это больше третье похоже на Микширский пульт, но такой в 60-х годах. в 70-х. И все такие унылые и ужасные. Надо добавить эмоций. Давайте попробуем добавить эмоций сюда. Imagine. Прям Джон Леннон. Happy. Давайте девочку добавим. Journalism. Girl. Woman. Нигел. Так. Пусть будет вот так вот. Round table. Они сидят, типа, за круглым столом. In. Open. Newsroom. Вот. Эй, простите. Я сказала, что быстренько сейчас на генерим. Вот такое вот быстренько. Но на самом деле мне это надо. Поэтому вот такой рабочий процесс в прямом эфире. Если вам норм с этим с этим форматом, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ссылка еще в описании. Еще ссылка на Telegram, в котором я тоже периодически рассказываю какие-нибудь прикольные вещи про всякую медиа, мультимедиа. фигню какую-то обед нарисовал. Вот так вот. Вот так вот наша жизнь проходит. В конце концов мы сейчас вернемся к, блин, к Микширскому пульту в 70-х годах. Так, что у нас здесь появилось? У нас появилось... Он как-то вот не понимает процесс интервью. Блин, надо ему писать, что сидит, разговаривает. Ну, ладно. Вот, допустим, вот пусть вот это вот будет. Тут у нас ответсек. Где на хэппи вообще? Ну, ладно. Вот, пусть... Короче, мы возьмем... Мы возьмем вот эти и возьмем вот эти. Все, договорились. Короче, что еще? Вот эти что за кнопки? U1, V1. U1, это, собственно, вам понравилась эта версия и вы ее хотите уже скачать. Тогда он из вот этого черновика он его разворачивает на более-менее большую картинку и ее можно скачивать. V1, то есть вот он идет вот так, 1, 2, 3, 4. V1, это типа возьми вот это за основу и на ее основе сделай вариацию. Я сейчас скачаю все те, которые мне нормально подойдут. То есть вот я заказала скачку четырех здесь и четырех здесь. Вот у меня восемь картиночек есть. А теперь просто для того, чтобы показать, давайте мы поставим какую-нибудь, какую-нибудь, ну, например, например, кого? Например, вот эту вот вариацию, четвертую, то есть вот он вот эту вот сделает вариативную и можно еще как раз сделать для мне, для вариаций тот же самый промт Imagine только не woman, а man. и вот он просто он взял за основу, вот он сейчас прорисовывает, вот он взял за основу вот эту вот эту картинку четвертую, правый нижний угол и сейчас на ее основе генерит версии. Чем отличаются наши версии здесь? Ну-ка, чем они у нас отличаются? Страдальческим лицом. Слушай, ну, вполне даже лица норм. даже прям ничего. Пульт, пульт. Ну, вот этот самый страшный. Так, раз, два, три, третий, следовательно, U3 мы скачиваем. Так, здесь у нас сейчас новенькая нагенерится. Вот, и теперь, собственно, это вот он нам, после того, как мы нажали U, он нам это увеличил, мы это нажимаем, откроем в браузере, и все правой типа правой клавишей скачать. Сейчас я буду страшно качать все. Сейчас я буду все страшно качать. Так, вот этот чувак открыли в браузере скачать. Окей. так, это все эти вариации мы посмотрели. А, вот у нас еще мужик, мужика мы заказывали. Ну, вот, страшно, есть, кстати. Там, кстати, не было, у девчонки не было круглого стола, который я заказывала. Так, вот мне подойдет первый и второй U1 и U2. Давай сюда. Так, все, поехали. Качаем. Открыть в браузере. Можно даже сделать так, чтобы однотипные задачи лучше делать конвейером. То есть, я сейчас все пооткрываю. Все пооткрываю ненужные а потом все скачаю. То есть, не открыть, скачать, открыть, скачать, а открыть, 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 скачать, скачать, скачать. Так лучше расходуется и время, и внимание, если вдруг кому-то интересен такой мой подход. Так, эти квадратненькие что еще хочу? я эти не хочу. Не хочу, эти не хочу. Это у меня тут еще должны быть. Вот, круглый стол у меня тут. Круглый стол. И иди сюда. так. Так, так. Так, теперь поехали. Поехали. Сохранить. Ага. Сохранить. Ага. И все. Вот, так что это вот, собственно, история про генерацию изображений с помощью нейросетей. Напоминаю, что вы можете подставлять в прумпте свои какие-то нужные вам слова. И для каких-то занятий, для развлечений, для подарков, для, там, не знаю, для ха-ха можно это дело генерить. Слушайте, знаете, что? Это не предполагалось, у меня сейчас пришла в голову мысль, а давайте я попробую скормить ему свою фотку и превратить ее в и превратить ее в так. Так, чтобы скормить ему фотку, фотка должна лежать где-нибудь в интернете опубликованная, поэтому ее надо где-нибудь опубликовать. Прости меня, Настя, которая редактор нашего сайта, но мне надо вот этот вот адрес фоточки. И дальше я его могу скормить нейросети. вот и берешь вот это и, например, будет характеристика. Я хочу из этой фотки сделать разукрашку. Вимель Буха Стайл. Вот это вот все. Но хочу будет этого не было в программе. Этого не было в программе. Ну-ка сейчас. Давай, Сустрик, отработай. Сейчас будет какая-нибудь фигня полнейшая. Всегда так страшно работать с ну, как бы реальными фотками, потому что она же не просто меняет, как приложение есть, допустим, там призма на телефоне, когда просто стилизует фотографию, но лицо все равно остается узнаваемым. А нейросетка, конечно же, перерисовывает. Она отталкивается от изображения базового, но она, конечно, и лицо, и позы все это перерисовывает, поэтому всегда с таким страхом ждешь, что в результате с тобой сделают. Так, а где черно-белый? Я знаю, короче, надо подумать. Надо подумать, во что он меня превратил. Да, он на задний фон положил разукраску, и вот что у нас в результате получилось. Была приличная девочка. Ну, смешно, кстати, да, смешно получилось. где я, да, то есть вот она базовая фотка, от которой отталкивались. Это я в студии телевизионной, ха-ха-ха. И вот что мы получили. Ну, ладно, это так, это ерунда, это нам не надо, но было смешно. Все, значит, лайки, подписка, расшары, комментарии, вопросы, что еще вам интересно в плане всяких разных технологических штук и что можно делать. Я все вопросы и в телеге, и в ютубе отслеживаю, отсматриваю и могу чем-то помочь всегда, всегда за. Все, до встречи, пока-пока, хорошего рабочего дня. Субтитры и субтитры, и субтитры, и субтитры,